Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Из всего депутатского корпуса Не подали декларацию 7 человек И глава ГПУ сегодня сделал им Последнее китайское предупреждение Как написал на своей странице в фейсбук Если в ближайшее время отчет подадут Отделаются штрафом А если совсем откажутся Попадут в тюрьму А в генпрокуратуру обратилась и само на ПК Просят расследовать возможность Срыв декларирования Из-за технических проблем И дать правовую оценку этим фактам Ну а в парламенте сегодня Главные декларанты доступны прессе Если всю прошедшую неделю Доходы избранников обсуждали только в соцсетях То в ближайшие дни Нардепам придется лично пояснить Откуда взялся миллион О некоторых ценностях в декларациях Уже отчитались Что говорили больше в следующем материале На согласительном совете То и дело Разговоры о декларациях нардепов Об иконах, картинах и миллионах кэша Говорить слуги народа не хотят Но вынуждены Глава фракции Блок Петра Порошенко В Раду даже с книгами пришел Принес показать журналистам Раритетные издания Апостола и Острожской Библии Виктор Юшенко В Верховной Раде Если вы поднимете Цю так звану Промежную присягу Не тогда, когда встал уже президентом А тогда, как начался Помаранчевый Майдан Она найдена Среди мотов Сколько она стоит А вот у главного фронтовика Помимо пяти квартир и дома Есть 22 автомобиля Но надо же Нардеп живет за счет жены Это за декларированные гроши Моей дружины Яка занимается приватным бизнесом С 2003 года Международного автоперевезения Все автомобили, которые належат Моей дружине Яка является официальным членом Ассоциации международных автоперевезений И это ее бизнес Международный автоперевезение Тому все машины Транспортные засоби И смех, и грех Сокрушаются депутаты Вроде и честно все Но уж как-то, мягко говоря, не скромно Мені особисто дуже стыдно було читати Декларації окремих В том числе народних депутатів Які там декларували в своїх статках Казано що Від зброї 16 віку до святих мощей Поєднання страху і ненависти З електронними деклараціями Яке було передбачено З підняттям зарплат парламентарям Є злочин проти української державності І спонукання суспільства До знищення цієї державності Толі совість замучила, то ли іспугна стикну Депутати першим делом на цей неділю Будуть отменять повищення зарплат Самим же себе Предлагають із бюджетного постановління Вычеркнуть пункт Которым народний збранник Могу рассчитывать на 40 тисяч ежемесячно В цьому проєкту постанови Буде пропозиція Вилучити пункт Третий і четвертий Які стосуються Засної зарплаті Вилучити з цієї постанови Як поправки до постанови Таке рішення є спільне Но, похоже, тема бюджета Если і будуть займатися То тільки в части відміну депутатських зарплат Об остальних правках Руководство парламента молчит Ми вважаємо приоритетним на цьому тижні Подальше розгляд проєкту бюджету Ми надали свої пропозиції Бюджетний комітет Згідно з якими Ми показали джерела Додаткових надходів до бюджета Які можна використати По підвищенню пенсій І зменшення витрат на столовий блок Тому що якщо пенсії піднімаються У рядовому проєкті на 10% Двома траншами То силовий блок збільшення фінансування На 40% Порушені ключові постанови Верховної Ради І Батьківщина на наступний тиждень Немає жодного законопроєкту В порядку денному Який би поставлений був В порядок денний Головою Верховної Ради В тому числі Це блок законопроєктів І проєктів постанов Які стосуються зниження тарифів Ситуація з абсолютно необґрунтованими тарифами В країні дійшла вже до межи Люди не здатні будуть заплатити За опалення Тарифних законопроєктів В недельному графіки нет Зато є питання фінансів І банковської діяльності А також діорегуляції І здравоохоронення Правда, інтереси в зале Настільки разновекторні Що на табло може традиційно загореться Рішення не принято Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Алексей Шматов Подробності Телеканал Интер І сразу же посыпались оправдання Абсолютно в марк-твановському стилі Вот, к примеру, представитель Народного фронта Николай Княжицкий в Фейсбук Рассказал, що історія його богатства Началась со съємок документального кино І вот обернулась миллионами, машинами І дорогущей техникой Оправдавався, откуда гигантська сумма в декларации І екс-комбат Айдара Сергій Мельничук Напомню, він указал триллион гривень Це вдвое превышає золотий запас Украини Говорит, хотів привлечі внимание К депутатським супердоходам і коррупції Але в інтерв'ю BBC Мельничук заверив За неделю все исправить і подчистить Внесет Всього 10 млн гривень Але це не заробіток, а волонтерська допомога Которую він вже потратив на бойців АТО Впрочем, рані інформацію о нашумевшем триллионі В прес-службі Мельничука назвали неудачной шуткой А вот на ПК предупредили Чиновники за шуточки заплатят штрафами Правда, тоже смішними До 1300 гривень Законодавство не передбачає таких жертвів І в разі дійсно підтвердження цих фактів Вони будуть притягнуті до відповідальності За ходом процесса електронного декларування Продолжають следить і пользователі сети Дарственні мужі будуть прятати то, що не поместиться в електронні документи Мол, декларації не резинові О том, откуда у чиновників появляться Средства, тоже говорят много Например, советнику глави МВД Внушительну сумму подарила мама Удивляет комментаторов і происхождення наличной маси За декларуванной радикалом Лозовым Бізнесом нардеп не занимался В итоге предлагають компетентним органам пересмотреть список чудес України Который должен пополниться черным бриллиантом Министра Авакова, церковью нардепа Матвиенко І гаражом депутата однородного фронта Бурбака В помощь декларантам появился новый сайт Это калькулятор, который рассчитывает вес і об'єм кэша Ісходя з расчетів, подсказыває, де лучше хранить кілограммы купюр Вот, к примеру, якщо взяти декларацию одного із рекордсменів По хранению налички замглави фракції Народний фронт Андрея Іванчука Он держит дома внушительну сумму 750 тисяч швейцарських франків 600 тисяч евро Полмільйона доларів і почти 4 мільйона гривень Теперь всю эту сумму пересчитываем в доллары Это более 2 мільйона Если хранить эти деньги хотя бы в 100-долларовых купюрах То получаем 200 тисяч купюр Вес такого кэша 20 кг, объем почти 22 литра А высота одной стопки 2 метра А если разложить зеленые по одной купюре Площадь составит более 200 квадратов Сайт рекомендует Іванчику все сложить вот в такой дорожный чемодан Например, марки Маскино или Луи Виттон Можно только представить, сколько места заняли бы купюры, если их перевести в национальную валюту В шутку разработчики указали, что сайт пригодится не только нардепам и министрам, но и обычным гражданам После повышения минималки Декларации наших политиков интересуют не только украинских граждан На Западе их тоже вовсю обсуждают Реакцию европейских СМИ на все, что нажито не по сильным трудам нашими чиновниками Изучала Светлана Чернецкая Она в Лондоне Декларации украинских политиков привлекли внимание всего мира В первую очередь западная пресса отмечает беспрецедентность этого события Впервые в истории Украины политики публично отчитываются о своих доходах и имуществе Но акцент журналисты все же делают на несметном богатстве депутатов в стране, где минимальная зарплата составляет 57 долларов Одно из крупнейших информационных агентств в мире, американская Associated Press Среди самых странных задекларированных вещей называют церковь, мощи святого и билет в космос Международное информагентство Reuters к этому списку добавляет шубы, бриллианты и швейцарские часы главы фискальной службы Насирова и его жены В каждой статье журналисты подчеркивают гигантские суммы наличных у чиновников Упоминают и более миллиона долларов у лидера радикалов Лешко Журналисты агентства Reuters посчитали, 24 министра в целом владеют суммой в 7 миллионов долларов наличными Это то, что очень сложно понять на Западе Здесь люди доверяют финансовой системе и привыкли держать деньги в банках Огромные суммы кэша в Европе означают, что они получены незаконным путем В британской BBC отмечают, полтысячи судей уволились, только чтобы не отчитываться о своих богатствах И что в целом Е-декларирование это ключевой шаг в борьбе с коррупцией в стране Главы Европарламента и Европейского Совета Шульц и Туск уже поздравили с успешным завершением первой фазы Е-декларирования Украина репетирует план Б по борьбе с коррупцией Под таким заголовком выходит статья в австрийской D-press Об основных капиталах наших политиков пишут американские Fox News и ABC News, а также британская Daily Mail Во влиятельном британском The Economist заканчивает материал словами о тюремных сроках, ожидающих тех, кто не сможет объяснить происхождение своих богатств Декларации называют подозрительными, а их расследование уже очень непростой задачей Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер Напомню, именно коррупция в Украине, по мнению европейских политиков, может стать тем самым камнем преткновения на пути государства к безвизу с ЕС Тем временем вопрос безвизового режима с Украиной не внесен на повестку дня следующей сессии Европарламента Заседание запланировано в конце ноября в Страсбурге, но ни обсуждать, ни голосовать за отмену виз депутаты не будут Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина выполнила все 144 требования Евросоюза и сможет получить безвиз уже 24 ноября на саммите Украина-ЕС Только вот без решения Европарламента это невозможно На Банковой по этому поводу не паникуют Заместитель главы администрации президента Константин Елисеев заявил, что отсутствие вопросов повестки дня сессии Европарламента еще не означает, что его не будут рассматривать Быть или не быть соглашению об ассоциации Слово за Нидерландами И это слово от премьер-министра страны ждут завтра София Гордиенко пыталась понять, каким будет ответ Заголовки сегодняшних голландских новостных изданий не оптимистичны К Абмину понадобится время, чтобы решить украинский вопрос А это значит, что завтра ответа не будет После того, как в апреле на референдуме голландцы сказали нет А с соглашением об ассоциации решение возложено на парламент А здесь очень, я подчеркну, очень не хотят идти вопреки воле народа Ведь уже это весной в Голландии выборы Марк Рютт, например, министр, обратился к парламентариям с просьбой найти выход и одобрить соглашение А выход может быть следующим Если Брюссель пообещает и подпишет бумагу, что ассоциация это не первый шаг к вступлению Украины в Евросоюз Ведь именно этим фактом пугали голландцев инициаторы референдума На прошлой неделе даже наш министр иностранных дел Павел Климкин приехал в Гаагу и пытался повлиять на глав парламентских фракций Согласились на эту встречу не все, что уже весьма символично Потому глава нидерландского правительства собирается следующие шесть недель провести в переговорах с Брюсселем и Киевом в поисках выхода У Марка Рютте есть два варианта Уступить плебисциту, тем самым потеряв лицо на международной арене Или все-таки одобрить соглашение, но при этом потеряв избирателей Похоже, окончательный вариант премьер еще не выбрал Но из хороших новостей это то, что на самом деле наше соглашение о зоне свободной торговли уже работает во временном режиме Который был одобрен всеми странами ЕС И даты окончания этого временного режима нет, как и специального механизма его приостановления Так что и у ЕС, и у Украины, тем более у Нидерландов есть время В данном случае никто никуда не спешит В отличие от безвизового режима, никто никаких дат никому не обещал София Гордиенко, Василий Тружковский, подробности, телеканал Интер, Брюссель Нидерланды не прекращают процесс артификации соглашения об ассоциации Украина и ЕС и продолжат консультации В этом Петра Порошенко заверил голландский премьер в телефонном разговоре Говорил глава государства и с президентом Европарламента Мартином Шульцем Собеседники скоординировали шаги по ратификации документа и договорились активизировать усилия на пути к безвизовому режиму для Украины Брюссель с облегчением выдохнул Волония, франкоязычная часть Бельгии, дала добро на подписание соглашения о свободной торговле с Канадой При этом за несколько недель противостояния этот крошечный регион сумел выбить преференции для Евросоюза больше, чем вся Еврокомиссия за годы подготовки документа Ну вот, например, внесены правки в пункты по импорту сельхозпродукции Надо сказать, что настроение у всех участников во время подписания было радостным Это огромная радость быть сегодня в Брюсселе Я очень рад, что граждане по обе стороны Атлантики, крупные и мелкие предприятия смогут получить выгоду от возможностей, которые дает это новое соглашение Потому что и Канада, и ЕС поддерживают общие ценности Маскишоу в Госрезерве СБУ и ГПУ нагрянули в главный офис агентства и на 6 часов заблокировали входы и выходы из здания Все из-за непрозрачного тендера на закупку топлива Что искали силовики и что нашли, расскажут наши корреспонденты В центральный офис Госрезерва силовики нагрянули с обыском за полчаса до начала рабочего дня Вход заблокировали, в помещение пропускали только сотрудников агентства Вышла людина с списком и за посвящением всех запустила Причиной обыска стал непрозрачный тендер В Генпрокуратуре заявляют, 17 тысяч тонн некачественного дистоплива пытались купить у заблаговременно определенной компании Действовали служащие Госрезерва якобы в сговоре с представителями одного из крупнейших поставщиков топлива Цена вопроса 257 миллионов гривен Обыск продолжался более шести часов После ухода силовиков к журналистам вышел председатель Госрезерва Вадим Масейчук рассказывает, следователи изъяли визитки, послали твы и руководителя одной из литовских компаний Его личный телефон и документы, связанные с тендером Сами торги Масейчук называют прозрачными, мол, их результаты просто кому-то не понравились В то же время нардеп Сергей Каплин заявляет, о подозрительных схемах в Госрезерве предупреждал еще в феврале Теперь обещает повторно обратиться в НАБУ и ГПУ, чтобы следователи изучили всех организаторов махинаций Перший замовник Яценюк, организатором злочинного угруппования, которое грабило страну на десятки миллионов долларов Другий, посипака Яценюка, его любимый министр Абрамовичус Третий, руководитель государственного резерва Статья, по которой открыто уголовное производство Завладение имуществом в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц Обыски также прошли у председателя Госрезерва дома и в офисе компании, причастной к тендеру Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер А вот НАБУ расследует, как Укрнафта вывела более 7 миллиардов гривен в пользу частных компаний, связанных с группой Приват Как сообщили в прислужбе ведомства, расследование проходит в соответствии с постановлением Соломенского райсуда Киева В рамках уголовного дела по статье «Присвоение и растрата госимущества» Детективы установили, что с марта по октябрь прошлого года представители частных компаний в сговоре с руководством Укрнафты Проводили аукционы по продаже нефти по заниженной цене Таким образом, Укрнафта понесла более 7 миллиардов убытков В Кропивницком воинской части прогремел взрыв Погиб один военный и еще трое в больнице со множественными осколочными ранениями Подробности расскажет наш корреспондент Елена Брынза Взрыв воинской части спецназа прогремел сегодня в обед Один человек погиб, трое ранены Это произошло в помещении на втором этаже Взрывной волной выбило окно Тротуар под ним до сих пор усыпан осколками Причиной взрыва стала граната Ф-1 В частности он мог привезти погибший Боец, который ранее служил в 57-й бригаде Загинувший, так он перебывал в зоне боеводства Имовірно, в нього были, остались боеприпасы Тобто, как вариант, возможно, что он их хотел вывезти на полигон Установленным причином изнышить И это произошло в погрозе Трое пострадавших молодые парни 19, 26 и 28 лет Они только прибыли в часть из учебного центра И готовились к ротации на Донбасс У всех множественные осколочные ранения Двое раненых в состоянии средней тяжести Один в тяжелом состоянии Операция в одного еще заканчивается пациента Остальные двое прооперированы Причины взрыва сейчас расследует военная прокуратура Уголовное производство открыто по статье Нарушение правил обращения с оружием Елена Брынза, Владимир Кувакин Подробности, телеканал Интер, Кропивницкий Гремело сегодня и в зоне АТО Этой ночью по городам под Донецком Снова била вражеская артиллерия Во время боя один военнослужащий погиб Восемь получили ранения Среди мирных жителей без потерь О том, как живут безоружные гражданские На линии огня Их истории в сюжете Ирина Баглай Как будто мы чем-то виноваты Каждый день бьют пули Залетают в комнату Двор на окраине Авдеевки, как музей АТО В каждом окне дыры от пуль Хозяева не успевают стеклить Дом, побитый осколками, подлатали Так теперь другая беда Стены не выдерживают раскаты артиллерии Они начинают постоянно где-то часов Пол седьмого И пошло и поехало И такое тяжелое Что невыносимо У меня стены росло по вечеру Расписание дня для жителей прифронтовой зоны Во двор до восьми утра и после восьми вечера Ни ногой Ночь без сна А по хозяйству заниматься делами Можно только до линии, где начинается огород А вы туда не выходите, да? Сейчас опасно Ну, выйдешь И он специально бьет Он бьет меня И бьет по бокам Я дальше палю Над головой Тю-тю Пули Свистят, все На огороде и получил ранение Сергей Петрович А вот тут вот Один снаряд У дворей тут два Вот там подрушены три Вот здесь три снаряда Вон один Вон куча этого И тут два снаряда Николай Григорьевич вспоминает Летом боевики били по его двору Крупным калибром Во время такого обстрела Один снаряд попал прямо в погреб Где он прятался с женой Старики оказались в ловушке Чекать некуда Меня уже в подвале закопали Я четыре часа откапывался Оно завалило Одну сторону Завалило полностью В середину Погреб Как настоящая крепость После того, как Николай Григорьевич Откопался вручную Принялся укреплять свое убежище Уже по-военному Теперь над погребом Несколько накатов Песок, камни и шины Я уже испытал Там лежит он лента сверху Видите? Как попал в снаряд То эта лента Выдержала больше всего Она не давала углубиться в это Амортизировала И выкинула Наверх Поэтому я решил скат Хозяин просит двор его снимать Без привязки Чтобы боевики не поняли Где его убежище И не начали бить прицельно Готовится к еще одной зиме Под огнем И не понимает Что за война такая Вспоминает, как это было Во Вторую мировую Совсем другое дело было Почему? Мгновенные Раз налетели Разбили и все А сейчас вот два года Стоять здесь Ни те Ни другие Ни черта нет Долгу не мог Приговор Карпюку и Клыху Попытаются оспорить В Европейском суде По правам человека Об этом сегодня сообщил Адвокат украинцев Илья Новиков Напомню На прошлой неделе Верховный суд России Рассматривал апелляционную Жалобу на приговор Грозинского суда Согласно вердикту Клыха отправили в тюрьму На 22,5 года Карпюка на 20 Высшая инстанция Оставила приговор Без изменения По словам Новикова Он также рассчитывает На скорый обмен Своих подзащитных Убийство Или все же теракт Боевики ИГИЛ Взяли на себя ответственность За смерть подростка В Гамбурге Полиция не спешит Делать выводы А вот европейские Эксперты по терроризму Уже говорят О новом почерке ИГИЛ Татьяна Лугунова продолжит Этот инцидент Произошел в Гамбурге Еще в середине октября В полицейской сводке Сообщили Неизвестный с ножом Напал на молодых людей Которые гуляли Возле городского озера Молодые люди Присели на скамейку Возле озера Вдруг к ним подошел Мужчина Столкнул девушку В воду А парню нанес Многочисленные Ножевые ранения От полученных травм Он умер в больнице Полиция Гамбурга Возбудила уголовное дело По статье убийства Как вдруг оказалось Что это мог быть теракт Ответственность за нападение Взяла на себя Организация ИГИЛ Мол атаку совершил Боевик группировки Выполнив призыв Нападать на граждан Стран антиигиловской коалиции Мы изучаем это заявление По состоянию На сегодняшний день У нас много вопросов Поэтому я не могу дать Окончательную оценку Произошедшему Понять что же это было Убийство или теракт Силовики надеются После задержания нападавшего Полиция составила фоторобот И разыскивает Высокого молодого человека Восточной внешности Пока полиция осторожна С выводами Эксперты по безопасности считают Вероятность теракта В этом случае очень высока Мол ИГИЛ меняет почерк Атаки разные От масштабных До таких вот одиночных нападений Но цель прежняя Запугать людей И заставить их Чувствовать себя незащищенными Татьяна Лугунова Геннадия Никеенко Подробности немецкое Бюро телеканала Интер Серия автомобильных терактов В Израиле Объектами нападения Стали военные Сейчас израильские власти Предпринимают повышенные Меры безопасности Особенно в районах Еврейских поселений На западном берегу Подробнее Сергей Ослендер Первый теракт Произошел Возле печально известного Поселения Офра Там подобное происходит Довольно часто Араб на автомобиле Попытался врезаться В группу военных Стоявших у КПП Солдатам удалось Увернуться После чего он выскочил Из машины И напал на них с ножом Его застрелили Второй теракт Произошел чуть позже Возле арабской деревни Бейт-Умар Там араб на автомобиле Протаранил группу пограничников Трое солдат получили ранения Их эвакуировали В Иерусалимские больницы Те полицейские Которые находились рядом Несли службу Они сумели обезвредить террориста Он был нейтрализован Речь идет о 23-летнем Жителе палестинских территорий Все блокпосты Они контролируются полностью Ведутся полностью Проверки всех подозрительных людей Все делается для того Чтобы не допустить Никакой возможности Проведения террористического акта Еще позже попытки терактов Продолжились Возле Гуш-Эциона Арабы камнями забросали Израильскую машину Водитель получил легкие ранения Армия сейчас разыскивает Злоумышленников Надо сказать, что Местное правосудие Оценивает такое камнеметание Очень сурово Квалифицирует его как теракт И сейчас, например, в Иерусалимском Окружном суде Слушается дело пятерых арабов Примерно год назад Они забросали вот так же камнями Израильскую машину Погиб ее водитель Еще два человека получили ранения Один из подсудимых Несовершеннолетний Пошел на сделку с правосудием Дал показания на своих подельников И им сейчас грозит до 9 лет Лишения свободы И вот буквально только что Стали поступать сообщения О новом теракте На этот раз возле поселения Бениамина Там араб с автоматом Сумел приблизиться к армейскому КПП В упор открыл огонь по военным Два человека получили ранения Ответным огнем террорист был убит Сергей Услендер Подробности телеканал Интер Израиль Операция по взятию Масула Которая идет уже почти две недели Вступила в решающую фазу Иракские правительственные войска Вошли в город И начали штурм зданий Которые удерживают боевики Боевые действия ведутся В районе Аль-Карама На востоке города В кварталах идут тяжелые уличные бои Там много мирных жителей Которым террористы ИГИЛ Не позволили уйти Поступают сведения Что боевики активно используют Мирное население В качестве живого щита Вы смотрите подробности И далее в нашей программе Пропавшая мантия Как в Черновцах Судья от патрульных сбежал Нет дыма без печи На волыне бастуют Против строительства Мусоросжигательной установки Зашел в ресторан И пропал Как в Черновцах Патрульные полицейские Судью искали И что же такого натворил Служитель Фемиды В сюжете Ольги Паламарюк Все произошло Накануне вечером На театральной площади Черновцов Наряд патрульных Заметил иномарку Припаркованную В неположенном месте Сделали водителю замечание Начали составлять протокол За рулем иномарки Был судья Садгорского городского районного суда К удивлению правоохранителей Он легко соглашался Со всеми обвинениями Даже готов был штраф заплатить Но когда патрульные попросили Пройти тест на наличие алкоголя в крови Судья внезапно попросился В соседний ресторан Погреться Приседайте Приседайте В автомобильчик Но из ресторана Судья так и не вышел Тогда полицейские пошли искать беглеца Не нашли Поспілкувавшись с администратором Даного заклада И с официантами Они сказали Что такую людину тут не знают Что он тут у них не был И не могут нас пропустить на кухню Он просто втек Людина просто втекла Почему же судья скрылся А мы хотели спросить у него самого Но на рабочем месте его не оказалось Пан Триско працюю с судей Судей На данный час на лекарном находится Оказывается Судья уже две недели Лежит в областной больнице Андрея Триско Мы действительно нашли в больнице С журналистами общается неохотно Объясняет От правоохранителей не убегал Просто пошел погреться Более того Сам просил пройти алкотест Мол из-за болезни алкогольные напитки Он не употребляет категорически Так убегал судья или нет И пил ли за рулем В патрульной полиции Тем временем уже признали Доказательства от экспертов Получить уже не получится Сами виноваты Что пожалели водителя И поддались на его уговоры Ольга Поломарюк Игорь Рига Подробности Телеканал Интер Черновцы На Волынии жители сразу пяти сел Вышли на акцию Люди против того Чтобы рядом с их домами Строили печь для сжигания отходов Какие доводы приводят И смогли ли хоть чего-то добиться Наши корреспонденты знают Мы пропускаем лишь машины Которые едут на пересыпку Чтобы навести хоть Порядок элементарный На полигоне Две палатки Бочка с костром И перекрытая дорога Которая ведет к мусорному полигону Несколько десятков человек Сутками дежурят На импровизированном блокпосту Жители пяти сел Луцкого района Выступают против Строительства печи Для сжигания отходов Это все происходило Очень быстро Очень быстрыми темпами И строительство И инвестор появился И нас почти не сообщили Буквально за короткий период Что появился инвестор Все он будет Он все делает У нас вариантов нет Мусорный полигон Появился здесь 40 лет назад За все это время Только разрастается Ближайший дом В пятистах метрах Люди говорят Вода, почва Загрязнены Например Содержание нитрата В воде В десять раз Превышает норму Онкология Взагалі Взагальному піде И плюс Захворювання Дыхальної системи Підуть в дітей В щитовидній залози Пятая категорія Небезпеки Це Викид Діоксиду, азоту Сірку, водню Судя по документам Сжигать планируют Трупы животных Одноразовые шприцы Просроченные лекарственные препараты И не только Разрешение на строительство печи Выдали депутаты Ракиновского поселкового совета Еще в апреле Утвердили на сессии Коли депутати дали дозвіл На будівництво Розпочати будівництво Цієї печи Лише тоді Голова Ракинівської селищної ради Звернулася С проханням До жителів Ці питання Обговорити з людьми І жителі тоді Жителі тоді Висловили Свой проти Щоби їх все ж услышали Учасники акції Пришли на внеочередную сессію Поселкового совета Требувать запретить Строительные роботы Приехал і представитель компанії Которая должна установить печь Признаєт Нарушення є Я з вами згоден Абсолютно Що там є група Підручка Да я згоден Що немає паспорта Да я згоден Що почали будівельні деякі роботи При відсутністі дозволу Дозвол був тільки Послухайте будавка Дозвол був тільки На попередню підготовку Підбудівництво Це факт Він в мене є Я його знайшу Крики і споры Продолжаются Несколько часов В результате Депутаты отменили Своє же разрешение На строительство печи Теперь, говорят пикетчики Нужно разорвать Ещё и договор На аренду земли А на самом полигоне Провести рекультивацию До тех пор Снимать блокпосты Не собираются Анастасия Старовой Александра Фетисова Юрий Фетисов Подробностей Телеканал Интер Волынская область Очередной скандал С вывозом львовского мусора Фуру с отходами Которая готовилась К выгрузке Поймали в 40 км от Львова Подробнее Галина Якушко Охота на ведем Так жители села Якторов Золочевского района Назвали своё приключение Ночь на Хэллоуин Они задержали грузовик С мусором из Львова Высыпать мусор На территории заброшенного колхоза Водителю грузовика Селяне не дали Сразу же вызвали полицейских Те составили протокол И выпроводили машину Водитель, рассказывают правоохранители Убеждал Мусор нужно было срочно выгрузить Раз поломался Машина зупинилась Не заводилась Другой раз И пояснил Что в связи с поломкой автомобиля Могло вынукти загоряние Цего смятя Теперь место Куда нежданный гость Пытался сгрузить мусор Селяне огородили И говорят Это только первый шаг Поставьте шлавбам Такий, чтобы закрыть На замок Такий, чтобы никто его не открыл Сельский голова уверяет Не давал никаких разрешений И не подписывал никаких договоренностей На прием львовского мусора В Якторове Хотя то, что в село тайком Свозят отходы Замечал уже не раз Несмотря на все попытки Замести следы Специально смятя подпаливается Чтобы не можно было По паперах Знайти Можно найти какую-то платежку Можно найти адрес смятя Поскольку мусор Выгрузить не успели Уголовное производство Полиция не открывала Мол, нет нарушения Людей такая логика Разозлила Грозят ответными мерами Собрать мусор в селе И отправить во Львов Под ратушу Может, в городском голове До дома Если то не порушения Что у нас Они не выразили То мы так же Завезем до Львова И поставим в Львов И хоть оно в Львове стоит Пока же Селяне обещают Не пустят ни один Подозрительный грузовик В свое село Галина Якушко Юрий Голубенко Подробности Телеканал Интер Львовская область На выходных Закарпатские пограничники Задержали две группы Нелегальных мигрантов Они рассказали Сколько им пришлось Заплатить за путь в Европу Так сколько Марина Коваль Продолжит О том, что на окраине Села Дейда Гуляют люди Восточной внешности Пограничникам сообщил Местный житель Те сразу выехали на место В полукилометре От венгерской границы Заметили группу нелегалов Четверо взрослых И семеро детей Самой младшей девочке Три года Документов никаких Только вещи И небольшая сумма денег Дети замерзли Были Потому что Десятого дня Было еще достаточно холодно Брудные Как Со слов Самых затриманных Они не знали Где находится Державный кордон С их слов Их подвезли Показали напрямую Круху И они Ишли Мигранты из Афганистана В дороге Третью неделю До Украины Добирались В основном на машинах За то, чтобы попасть В Европу Семья Ахмадулы Заплатила Около Тридцати тысяч долларов Ребенок Три тысячи долларов Взрослый Семь тысяч Возвращаться домой Нелегалы не хотят Говорят Бегут от войны В поисках лучшей жизни Мы хотели попасть В любую страну Европы Чтобы жить как люди В Афганистане жить тяжело Война Бомбежки Когда мы уходим Из дома Не знаем Вернемся или нет Теперь Мигрантам придется Заплатить штраф За попытку Нелегально пересечь Границу Дальше Они собираются Простить статус Беженцев в Украине Ведь пока чиновники Изучают документы И принимают решения Семья имеет право Находиться в стране За это время Многие задержанные Нелегалы Вновь пытаются Попасть в Европу В этом году Сотрудники Мукачевского Погранотряда Задержали более Двухсот Незаконных Мигрантов Марина Коваль Юрий Ковалев Подробности Телеканал Интер Закарпатская область В ожидании Инвалидных колясок Больше полутысячи детей С начала года Никак не могут Получить от государства Новые спецкресла Которые по закону Им положены Бесплатно В чем причина И что говорят В министерстве соцполитики Анна Каменева Расскажет Маленькому льву Четыре с половиной годика У него ДЦП Мама льва Анастасия Рассказывает Два года назад Получила от государства Бесплатную коляску Для сына И ужаснулась Вот эта вот ручка Из резины какой-то сделана Она электризуется И ты бьешься током И ребенок бьется током И он умудряется Вот в эти вот Отверстия Вставить ноги Они у него защемляются там Если мы садим его В эту коляску Он замирает Он не улыбается Он напряженный Тогда помогли знакомые С покупкой Бэушной коляски Из Европы Единственный ее минус Она не очень удобна В использовании зимой Говорит Анастасия Узнала, что теперь В управлениях Суззащиты Родителям предлагают Выбрать нужную модель Спецкресла И обратилась туда С заявлением Ведь по закону Им положено Раз в два года Бесплатно получать Коляску от государства А вот эти коляски Которые сейчас Есть возможность Получить бесплатно Они более прочные Они более адаптированы Для наших реалий украинских Но оказалось Выбранную модель Семья получить не может Из-за бюрократических нюансов Граничные цены На новые модели колясок Не утверждены И пока государство Не утвердит Ну в лице Министерства соцполитики Пока государство Не утвердит эти цены А то люди Которые писали заявки В январе В феврале В марте Все они ждут Кроме льва Новые коляски Ждут свыше 600 семей Кто виноват В одном из столичных Управлений соцзащиты Объясняют Все, что от них требовалось Они сделали Это уже не наша компетенция У нас только входит Сформовать пакет документов И внести заявку Минсоцполитики Перераховывает Кошты До фонда инвалидов А фонд инвалидов Уже распределяет Кошты На те предприятия На какие были сделаны заявки В министерстве соцполитики Заявляют О проблеме знают В начале октября Подготовили проект приказа Об утверждении Дополнительных граничных цен На новые модели колясок Я думаю, что В листопаде месяце Навіть в первой половине Листопада месяца Дети сможут Отримать Эти коляски Кошты есть Пока же семье льва Остается надеяться Что документ Не затеряется В чиновничьих кабинетах И к зиме Они все же смогут Получить необходимую коляску Анна Каменева, Никита Исайко, Сергей Еременко Подробности Телеканал Интер Молдова накануне Избирала президента Но с первой попытки Сделать это не удалось Лидеру гонки Игорю Дадону Не хватило буквально Нескольких процентов Чтобы преодолеть Необходимый для победы Барьер Молдавские страсти В материале Андрея Анастасова 20 лет У граждан Молдовы Не было такой возможности Избирать своего президента Соскучились Наверное поэтому И явка достаточно высокая Почти 50% И люди на участках Улыбчивые Кое-где Даже в праздничных костюмах Настроение хорошее Вроде бы Не знаю чего Но хорошее Все думают Что дело пойдет К лучшему Уже на утро В центре сберкома Объявляют результаты Больше 50% голосов Необходимых для победы В первом туре Не набрал Ни один из девяти Кандидатов Ближе всего К этой планке Подобрались Лидер партии социалистов Пророссийски настроенный Игорь Дадон За него проголосовало 48% граждан И лидер Проевропейской партии Действия и солидарность Майя Санду У нее 38% Стронная избирательная комиссия Объявит О втором туре Который состоится Через две недели 13 ноября Где мы выясним Кто же станет президентом Республики Молдова Аналитики говорят Теперь, чтобы обогнать Игоря Дадона За короткий срок Майя Санду Нужно сделать Практически невозможное Мобилизовать Все проевропейские силы В стране Повысить явку Молодежи На участке Что сделать для нее Будет очень сложно Так как у нее нет Этого мобилизационного ресурса Для этого нужно иметь Медийные ресурсы Хорошие финансовые ресурсы Сама Санду Сегодня в окружении Своих соратников Заявила Объединить людей Не вокруг европейского вектора А вокруг борьбы с коррупцией А насчет молодежи У нее есть план Мы постараемся Донести До нашего правительства Что они должны Разрешить всем студентам Чтобы они голосовали Там, где они учатся Потому что Это было одно из препятствий Почему Молодежь не смогла Проголосовать Что касается Социалиста Додона То ему тоже Срочно нужно искать Дополнительный электорат Поэтому сегодня Он попросил О поддержке Политических партнеров Я призываю В первую очередь Всех сторонников И членов Других левых партий Давайте оставим В сторону Личные амбиции Я призываю Чтобы мы вместе Консолидировали усилия Для победы Во втором туре Ближайшие две недели Обещают быть в Молдове Очень жаркими В целом Ситуация в республике Абсолютно спокойная Никаких массовых протестов Не намечается По крайней мере Пока Андрей Анастасов Игорь Михоношин Подробности Телеканал Интер Кишинев Посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина Срочно вызвали в Киев Для консультации Об этом сообщил в Твиттере Пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко О деталях Какого характера консультации Планируется Не исключено Они связаны С высокой вероятностью Победы на президентских выборах В Молдове Пророссийского кандидата Игоря Дадона Тяжелая артиллерия В президентской гонке Ровно за неделю До выборов в Америке Не столько сами кандидаты Но и силовые структуры Оказались в центре скандала Причем здесь Генпрокурор страны И ФБР И какие новые имейлы Клинтон сейчас обнаружены Дмитрий Анопченко Обо всем подробнее Казалось бы формальная бюрократическая процедура Американский Минюст Разрешил ФБР Анализировать новые письма Из электронной переписки Клинтон Чтобы понять Есть ли там государственные секреты Но сколько теперь вокруг этого И громких заявлений И скандалов И детективных поворотов сюжета И пресса и публика Получили новую порцию Грязного белья Оказалось что Бывший конгрессмен И муж ближайшей помощницы Хиллари Замешан в секс-скандале Он пытался Соблазнить несовершеннолетнюю девушку Отсылал ей Непристойные фотографии Причем И снимал И отправлял их В присутствии Своего маленького ребенка Против этого человека Теперь ведут расследование И вот в рамках этого дела В его компьютере И обнаружили Новую порцию Имейлов Клинтон И тут Тут начались Странности Как пишет Вашингтон пост Сотрудники ФБР Несколько недель Не докладывали О новых уликах Директору бюро Джеймсу Коми Узнав об этом Чиновник Возмутился настолько Что приказал Не просто продолжить Расследование Но и обнародовать Эту информацию Да еще и письмо Сотрудникам своего ведомства Отправил Мол обязан поступить Именно так Понятно что Возобновление расследования Нанесло серьезный удар По предвыборной компании Клинтон Ее штаб даже обвинил Директора ФБР В предвзятости Это довольно странно Довольно странно Делать такие заявления При этом раскрывая Так мало И прямо перед выборами На самом деле Это вызывает Глубокую обеспокоенность Трамп не применил Воспользоваться ситуацией Сказал Это больше чем Уоттергейт А еще обвинил Генерального прокурора Америки Сказал Мол та встречалась С Биллом Клинтоном На борту частного самолета Мол договорились А потом дело Против Хиллари закрыли А сама она Пообещала Переназначить Генпрокурора На новый срок Полагаю Вы можете Расценить это Как взятку Разве вы Не назовете Это взяткой Демократы Нанесли удар В ответ Гарри Рид Лидер партии В Сенате Заявил Мол у ФБР Есть доказательства Связей Трампа С Россией Но бюро Их почему-то скрывает В открытом письме Он потребовал Обнародовать факты Все эти взаимные Обвинения Привели Только к одному Американцы устали И от Клинтон И от Трампа Свежее социсследование ABC News Показала Почти 60% Опрошенных Не хотят видеть В главе страны Ни одного Ни другого Политика Просто антирекорд Но голосовать За одного из них Все равно придется 21 миллион Американцев К этому моменту Уже проголосовал Люди голосуют Досрочно Но что интересно Во многих штатах Есть закон Который позволяет Избирателю Если он высказался Раньше официального Дня голосования Прийти и отыграть Все назад Так что не исключено Что в свете Последних скандалов Многие избиратели Еще раз вернутся На участки Чтобы переголосовать Из Вашингтона Дмитрий Анопченко Сергей Коваль Американское бюро Телеканала Интер Около 15 тысяч Итальянцев Остались без крыши Над головой В результате Вчерашнего землетрясения Село Толчков В центре страны Достигло почти Семи магнитуд Больше всего Потрясло В районе Перуджи В 130 километрах От столицы Обошлось без жертв Но многим пришлось Ночевать Прямо на улице Или в машине В Риме сегодня Не работают школы Напомню Италию трясет Уже несколько дней Пострадали десятки людей Отчего задыхается Столица Индии Куда переселяют китайцев И печальная новость Для тех Кто ждет Принца Об этом и не только В нашем обзоре Китай инвестирует 140 миллиардов долларов До 2020 года На переселение Бедных жителей Из малонаселенных районов Страны В более преуспевающие Финансирование предоставят Государственные банки Помимо погашения Транспортных расходов Средства пойдут На покупку земли И строительство жилья В КНР Около 5% жителей А это 70 миллионов человек Считаются бедными Они зарабатывают Около 340 долларов в год У принца Гарри Новая подружка Таблоиды пишут Что он начал встречаться С американской актрисой Меган Маркл Член королевской семьи Уже якобы представил Девушку Брату принцу Уильяму Его жене Кейт Миддлтон И получил их одобрение Пара познакомилась в мае Когда принц Приехал в Торонто Для продвижения Своего спортивного проекта В этом же городе Проходят съемки Телесериала В котором участвует Меган Маркл Видеоблогер и музыкант Дэн Ньюбин Домбе Из американского штата Арканзас Сыграл тему из фильма Охотники за привидениями На тыквах В основном он играет На стеклянных бокалах Но к Хэллоуину Попросил подписчиков Придумать для него Тематическое задание Музыкант предварительно Очистил плоды И налил в них воду Помимо тыкв Домбе использовал Мелодион И кухонные лопатки Новые упражнения для солдат Известный в США Фитнес-тренер Ник Чидул Разработал специальный набор Физических тренировок Для тех, кто служит в армии Говорит, силовые упражнения Рассчитаны на работу Всех групп мышц Видеоуроки для суперсолдат Набирают все большей популярности В мире Столицу Индии Окутал густой смог В Нью-Дели Накануне с фейерверками И салютами Отпраздновали фестиваль Дивали Из-за высокой влажности И сильного ветра Видимость в многомиллионном городе Составляет всего несколько метров А показатель загрязненности воздуха В 90 раз превысил норму Нью-Дели считается Одним из самых загрязненных городов в мире Зимой дышать горожанам Особенно тяжело Поскольку бедняки жгут мусор Чтобы согреться На 102-м году жизни В одной из московских больниц Скончался киноактер Владимир Зельдин Он был одним из самых старейших артистов в мире Участвовал в таких картинах Как «Свинарка и пастух», «Карнавальная ночь», «Дядя Ваня», «31 июня» И «Десять негритят» Церемония прощания с Владимиром Зельдиным Состоится в четверг Следите за развитием событий На нашем сайте Подробности ЮЭЙ А в прямом эфире Увидимся уже завтра Хорошего вам вечера И до встречи на Интере Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова